Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Умерла жена 31 июля, ей было всего 28 лет, несчастный случай. Меня рядом не было, были вместе более 5 лет. Любили друг друга, планировали ребенка, вернулись из отдыха за неделю до ее смерти, чего теперь один вокруг ее вещи. Начал пить, снялся кошмар, где она жива и как будто все хорошо, а потом я говорю, что она умерла, начинает плакать. Я ее обнимаю, вспогаиваю, пытаюсь спасти. Недавно приснилась она, разлагающаяся, но жива, которая просила не бросать ее, а я из-за отвращения пытался уйти. Долго отхожу от таких снов, а то меня от последнего. Пробал интерес ко всему, практически на работу, хожу за галочек. Иногда появляются мысли о суициде, но я их отгоняю. Езжу каждую неделю к ее родителям для поддержки, по дороге заезжаю на кладбище, чтобы с ней поговорить. Родителям ее трудно, отец косвенно причастен к несчастному случаю, поэтому винить себя. Трудно находиться с ними, так как начинают накрывать, ведь раньше мы ездили к ним с женой. Хотел бы услышать рекомендации, как облегчить свое состояние. Во-первых, примите мои заболевнования. Потеря действительно очень тяжелая для вас. И я думаю, что у вас травма психологическая, связанная с этим, которую в первую очередь нужно прожить. прожить эти чувства, не держать их в себе, быть рядом с кем-то, говорить, вырязать свои чувства, плакать. Но здесь есть, конечно, один нюанс, на который хочется обратить ваше внимание. Читая ваш текст, у меня появилось такое ощущение, у меня появилось чувство, чувство злости, чувство агрессии, вот, в частности, ваши сны, они про это, про злость, может быть, даже на свою жену, про злость, может быть, на ее отца, который, как вы говорите, косвенно причастен. Все эти чувства, похоже, вы сдерживаете. Вы не разрешаете себе их. Дело в том, и проблема заключается в том, что он грустит и переживает по любимым людям, которые больше не с нами, это нормально. Нормально переживать. Но, но, основная причина, по которой человек застревает в этом состоянии, а у вас, получается, прошло не так много времени, в принципе, период горевания, он от трех месяцев до полугода, вот, но причина, по которой люди застревают в своем таком состоянии, это именно непрожитость, непрожитость чувств, непрожитость эмоций и, соответственно, засыкливание на них, закольцовывание этих мыслей определенных и чувств. Вот, поэтому большая задача сейчас либо с психологом, либо с кем-то из близких людей быть вместе и говорить об этом, говорить столько, сколько нужно, плакать столько, сколько нужно. То, что вы ходите на работу, может быть, является необходимостью, может быть, вы таким образом сцепляетесь за реальность, но, но вообще говоря, это не самая лучшая идея, и рекомендуется как раз таки не работать, если не хочется. То есть, проживать нужно в определенном состоянии, вот, по возможности не отвлекая, ну, как бы, да, не мучая себя. Конечно, ситуация осложняет то, что у вас ее вещь, от которых, судя по всему, не убираетесь, потому что для вас это будет означать наверное, окончательную потерю волшебины. Важен момент прощания, то есть, очень важно попрощаться с человеком, да, вот, сделать это эмоционально, то есть, ну, расстаться. При этом это не означает, что вы не можете с ней говорить дальше, но очень важный момент, очень важный момент прощения, если вы не попрощались с человеком, вот, то вы будете вести себя так, как будто бы он жив, что, конечно же, ну, не является действительностью. очень важным моментом является то, чего она для вас хотела. То есть, вот, ну, пять лет вместе, срок немаленький. Я думаю, что вы успели, вы успели ее узнать, думаю, понять, какая она, какой она человек. Я думаю, вы знали и знаете, чего она бы для вас хотела. И самый лучший способ сделать так, чтобы она всегда была с вами, это сделать то, что она для вас хотела. Она как бы с вами, она будет жить с вами до тех пор, пока вы ее помните. Но помнить человек, просто помнить человека мало. Чтобы он жил в вас, если вы хотите, чтобы он вас жил, нужно делать то, что она хотела быть для вас. Вот. Вспомните об этом. Вот. Вспомните об этом и позвольте этому быть с вами. Что вы делаете сейчас? Вы сейчас стараетесь облегчить свое состояние. желание это в целом понятно. То есть понятно, ну, понятно, что вы хотите облегчить свое состояние вам тяжело и трудно. Это понятно. Но момент здесь заключается в том, что парадоксально. Но вам тяжело и больно в том числе. Потому что вы, как мне из вашего текста показалось, вы боретесь со своими чувства. Вы боретесь с ними. Вы избегаете их. Отвлекаетесь. Вот вы стали пить, и так далее. Вообще у меня сложилось такое впечатление, что вы достаточно одинокий человек. У меня почему-то появился такой образ одиночества. Очень сильный. То есть понимаете, как бы, ну, нет ощущения, что рядом с вами есть люди, да, на которых можно было бы опереться в тяжелую минуту. Вы говорите, что ездите к родителям для поддержки, я не очень понял, кто кого поддерживал. если поддерживают вас, окей, но хотите ли вы этого? Если поддерживаете вы, не самая лучшая идея, потому что неизвестно, кому тяжелее, родителям или вам. на самом деле нет такого, что кому-то тяжелее, каждый по-своему это проживает, вы, отец, так далее. Но очень важно себя не носить, очень важно себя не заставлять. Я думаю, что несмотря на прекрасное понимание того, почему вы пьете сначала, я не думаю, что это путь конструктивный. Я думаю, что это конструктивный путь. Связан он опять же с тем, на мой взгляд, что вы один, что вы чувствуете себя одиноким, что вы бежите от своих чувств, потому что сами с ними не справляются. И вообще-то говоря, это нормально. То есть есть такие переживания, с которыми человек справится сам, не может. Есть такие переживания, которые нужно с кем-то разделить. И вот ваша задача это сделать. Это может быть психолог, это может быть близкий человек. На ваш выбор. самое главное, чтобы вы слышали все с вами проживали. Вы очень точно, сами того, не знаю, очень точно задали вопрос, как пережить. Так переживаете? нет ощущения, что вы переживаете. Нет ощущения, что вы болеете. Ну, то есть вам больно, вам плохо, вам тяжело, а нет ощущения, что вы это делаете. Есть ощущение, что вы делаете все, чтобы этого не чувствовать. Знаете, я сейчас, может быть, скажу не очень приятную вещь, но мне показалось, что даже поездка на кладбище, чтобы с ней поговорить, это избегание, это избегание, избегание себя. Там еще на самом деле, вам не нужно быть на кладбище, если вы с ней разговаривали, а на самом и вот это важно увидеть. Более всего не только, больно не только от потери близкого человека, но больно еще и от того, как изменился ваш быть, больно еще и от того, что все стало по-другому и ты не знаешь, как жить, по сути, учишься жить заново. И это очень трудно, особенно если вы человек, которому, грубо говоря, за тридцать тридцать лет, да, то есть уже не такая гибкая психика, да, уже не так легко менять свои привычки и так далее. Вот. Это приходится делать и те чувства, которые вы испытываете, они могут и уже это делают, превращают вашу жизнь в ад. Вот, чтобы этого не было, да, чтобы сохранить себя, в свою личность, вам необходимо не быть одному. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. У потери близкого человека есть несколько стадий. Вы можете посмотреть эти стадии. Стадии, в интернете написано, напишите стадии проживания горя. горя утраты. Вот. Эти стадии вам все необходимо пройти. Если на какой-то стадии вы застреваете, если на какой-то стадии вы пропускаете, процесс не завершится. Очень важно, чтобы вы это делали по наблюдениям. Очень важно, чтобы вы это делали со специалистом. Вот. Отдельно скажу, что у стадий нет каких-то четких границ. То есть возможно шаги вперед, возможно откаты назад. То есть сегодня мне лучше, завтра мне хуже, да. Но повторюсь, времени прошло мало. По факту ну, месяц, то есть всего лишь месяц. Это очень мало. немного, наверное, такая кощунственная будет фраза, но тем не менее я ее скажу, что легче проживается боль такая, когда у человека есть стремление. Ну, какие-то свои собственные стремления, цели, да, мотивы. А у вас, судя по всему, с этим есть проблемы. То есть у меня опять же сложилось такое впечатление, что вас вдохновляла ваша жена именно вдохновляла вашу супругу. Но вот сами себя как будто бы вы не особо вдохновляет. возникает вопрос о том, насколько интересна вам ваша жизнь, насколько вы видите свои собственные цели, цели в жизни и так далее. Но все это уже после. Аху, возникновение суицидальных мыслей связано с потерей смысла. вы потеряли смысл. Твоя жизнь. И чё? Это связано и с желанием убежать. Это связано и с озвостью, с агрессией, направленной на себя. Часто человек сталкивается с виной. Вы говорите вот вы в своем сне пытаетесь ее спасти. То есть вы требуете от себя ее спасти. и значит вы вините себя за то, что ее не спасли. Признать признание вины перед умершим, ровно как и признание своей злости на умершего является важным шагом для проживания года. Потому что и испытывать вину, и чувствовать злость на человека, который умер абсолютно нормально. Часто это происходит одновременно. То есть одновременно и злость и вина. Но человек запрещает себе эти чувства. В частности злость на умершего. немного реже запрещает себе вину в некоторых случаях, когда очевидной вины нет. Вот. Натем не меньше. Еще один момент, который также может показаться вам циничным. За что я заранее извиняюсь. Этот вопрос он встанет немножко позже. Я не знаю просто будет ли возможность дать вам какую-то обратную связь, поэтому скажу об этом сейчас на будущее. Почему вы грустите? То есть не почему в смысле причина, а почему чего вам не хватает. Дело в том, что это очень тяжело признать, но мы грустим и переживаем часто не по человеку самому. Ну то есть человека нормально оплакивать, человека абсолютно нормально оплакивать, нормально испытывать горе, но обычно в том случае, когда мы переживаем горе, утраты и оплакиваем человека, грусть это она не все подавляюще, скажем так. Опять же, я не хочу как-то преуменьшать ваши чувства, просто вот говорю о каком-то таком среднем варианте сначала. Но когда суицидальные мысли, когда ощущение безысходности, то грустим ли мы по человеку и оплакиваем ли мы человека? Есть ощущение, что оплакиваем мы самих себя. Есть ощущение, что оплакиваем мы то, что мы потеряли в этом человеке. И это очень важный момент, чего вам сейчас не хватает. Это может стать точкой ресурса для вас, чтобы крепче стоять на ногах. Хочется обратиться и к вашей конечно же вере. В зависимости от того, во что вы верите, можно по-разному относиться к тому, что произошло. Вообще сформировать свое отношение к тому, что произошло в рамках философии восприятия мира очень важно. Если вы верующий человек, это одно восприятие, если вы неверующий человек, это другое восприятие, если вы верующий человек одной конфессии, это одно восприятие, если вы верующий человек другой конфессии, это другое восприятие. Постарайтесь сформировать свое отношение к этому с точки зрения вашей философии мира. Я сейчас не буду об этом говорить, я не буду приводить какие-то, ну, какие-то варианты, рампы, вот. Я бы хотел с вами об этом подумать, но возможно не сейчас. Есть ощущение, что прямо сейчас вы чувствуете большую боль, есть ощущение, что прямо сейчас вы чувствуете много, множество самых разных переживаний, но вот с ними ничего не делаете, они как-будто закупорены в вас, и они вас отравляют. Вот это, вот это состояние, которое вы описываете, очень похоже на это все во мне. Вы даже думаете о родителях, о вашей жены спокойно. Вы думаете о родителях, вы думаете об ее отце, вы пытаетесь заботиться о нем, возможно там, чего-то не говорите, прочее, прочее, прочее. Конечно, ассоциативная память никуда не денется. Я бы рекомендовал все-таки либо какое-то время пожить в другом месте, если есть возможность, либо что-то сделать с вещами. не обязательно их выбрасывать, но попросите кого-нибудь их перенести. Попросите кого-нибудь их перенести, если вам самому это тяжело делать, убрать их, чтобы не травмировать себя. По сути это пытка. Понимаете, у меня есть ощущение, что вы себя наказываете. Вот только за что вы себя наказываете за то, что не спасли, не защитили любимого человека или вы себя наказываете за то, что потеряли что-то для себя очень ценное. Я вам очень соболезну, и я думаю, что это прозвучит банально, но тем не менее, вам необходимо выговориться. Есть ощущение, что с этим у вас проблемы. Проблема с тем, чтобы выговориться. Это неловко, это непривычно, но это необходимо. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать психотерапию, если вы хотите. Вам она необходима. Я желаю вам всего самого доброго, и желаю вам оставить память о своей жене, оставить в памяти о своей жене. Ммм, ее неискаженный образ. То есть, не идеализировать ее, не обесценивать ее. Тогда она будет с вами. Тогда она никуда не ушла. Удачи вам. Продолжение следует...